Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска Двигатель 3 литра турбодизель Автомат полный привод Пробег на автомобиле 237 тысяч километров Опять Три года назад Мы уже меняли И в этот раз опять отломали зеркало Не знаю, как это получилось Но кронштейн отломан Скотчем перемотали Потому что эта часть отваливается Болтается зеркало Сейчас снимаю обшивку Откручиваю, снимаю зеркало На разборке Товарищ нашел Бушное зеркало Без элемента Но там немножко другая проводка Надо будет перекидать Так что открываю дверь Дверь открыл Снимаю обшивку Для этого мне надо снять Вот эту накладочку Алюминиевую Поддеваем И потихонечку ее Получается раз, два, три застежки И две направляющих Вставляется и застегивается Также снимаю ручку Вернее, накладку на ручку Вот Снизу поддеваем Крючок Здесь две направляющих Но одна направляющая Не направляющая А как фиксатор Она еще и в прошлый раз Была отломана Поэтому Заводится сначала вверх А потом вниз Защелкивается Подкручиваю Торк с Т20 Отверткой Сверху винт Здесь винт Да, здесь не подходит Здесь винт Почему надо было Алюминиевую накладку снимать И так же Снизу винт Тоже Торк с Т20 Сюда Я сейчас возьму биту Подлиннее Никак не хочет Вылазить Ладно Поддеваю снизу Карту И сдергиваю ее С клипс Поднимаю вверх И отсоединяю проводку С тросиком Если посмотреть Тросик Вывел А так же Снимаем Вот здесь Разъем Ну а теперь Надо снять Вот эту накладку Которая вдоль Идет Стекла Снимаю Бархотку Поддеваю Снимаю Накладку Если посмотреть По периметру Вся Снимается Отсоединяем Здесь Разъем Убираем ее В сторону Так же Здесь Отключаем проводку От зеркала Одну Клипсу И Вот здесь Вторую Фиксатор Поднимаем И Выдергиваю Все Проводку Отключил Теперь Откручиваем Три Болта Головка На 10 Один здесь Один здесь И один Вот здесь Вот это тоже Клипсы Отщелкиваем Две клипсы И Там Находится Третий Болт Вот он Клипсы Внутри Залиты И все Зеркало У нас Будет Откручено Придерживаю Зеркало Услотнитель Сюда Услотнитель Все Зеркало Я снял Сейчас Надо будет Перебросить С него Начинку С одного На другое Я Скотч Разрезал Видно Отломан Кронштейн Корпуса Теперь Нужно Разобрать Зеркало Снимаю Элемент Аккуратно Нужно все отстегнул защелкивается вот на эти защелки сюда снимаю проводку так у нас получается темность края потом его и сюда и поставим все аккуратненько чтобы не выдрать контакты здесь у нас получается вот корпус прикручен вот корпус прикручен наверно наверно все пока торг стой 10 откручиваю саморезы так вроде бы вроде бы пока все и теперь нам надо фиксаторы вот эти отжимать вот видно обратите внимание вот крючок я его отжимаю вот он у нас держит вот направляющие у нас получается вот этот колпак он одевается сверху теперь берем потихонечку его высвобождаем раз там в глубине еще один все таки здесь еще один вот я его не увидел 3 винт саморез торг стой 10 вот он открутил магнитом его вытаскиваю магнитом его вытаскиваю я его же потому что это продали ну и под ним в вот 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 м Защёлки вот эти, конечно, три штуки неудобно. Вот одна здесь удобна, вторая удобна, а вот до третьей до неё менее удобно добираться, но вот таким крючком можно. И всё. Вот у нас корпус практически снят. Сейчас я защёлки эти покажу, здесь разъём разъединяю. Вот защёлки. Раз, два, три, получается колпак защёлкивается на них, а вот три точки, где саморезы держат. Раз, два, три, которые мы открутили. В принципе, вот он механизм. А вот теперь надо перебросить с него проводку, потому что второе зеркало, оно там с подсветкой. вот такое. Здесь, видите, другой разъём и он один. Здесь два разъёма. Этот разъём, если поставить, он встанет, но у него количество проводов другое. Я не знаю, будет он работать, не будет, и что за этот второй разъём. Он же тоже на что-то действует. Точно так же это зеркало сейчас раскручиваю, колпак снимаю и смотрю, как скинуть провода. Снял я колпак. Колпак крепится по-другому, как и нижняя часть крепится по-другому. Они разные зеркала, хотя написано, что Q75 по 2015 год. Но берём крышку, поворачиваем. Крышки разные, следовательно, низ разный, корпус разный. Они не взаимозаменяемы. Что делать? Как быть? Даже если взять здесь разница в корпусе, смотрите какая в механизме. Даже крепления есть не все. Здесь вот оно крепление, которое есть. Здесь его нету. Вот эту нижнюю её можно переставить. Но я думаю, что надо переставлять только вот именно поворотный вот этот элемент. Снимать стопор и скидывать. Буду думать. Ну что, буду пробовать. Кто не пробует, у того не получается. Так, снимаю вот эти саморезы. Это у нас нижнюю крышку держит. Да, вот она снялась. Так, ну и всё, здесь получается проводку сейчас раскидываю. Ладно, с этим понятно. Вот насколько здесь мощная пружина, как её потом сжать. Проводку пока сюда выпутываю. Проводка на мотор, разъём. Дело в том, что ещё и разъёмы сюда не выйдут в неё. Наверное, придётся разрезать. Наверное, придётся разрезать, а потом соединять проводку. Да. Потому что вот этот раз, видите, он сюда точно не пойдёт. А здесь он ещё шире на три провода на моторе. Он тоже не пойдёт. Ладно, сейчас придумаю, чтоб разъём снять, чтоб разъём снять и не сломать. Откручиваю вот этих три самореза, которые мотор крепят к корпусу. Я думаю, снял, снял. Так. А, вот они, фиксаторы по бокам. Развожу их. Выдернул. Так. Вот. Проводка. Вот эта клемма сюда тоже не выйдет. Ладно. Выхода нет. Режу. Я сейчас попробую вот эти пины выдернуть. Ну, допустим, здесь зелёный букву Z. Поставлю грязью. Выможу. Будет видно. Видно, что я зелёный поставил. Ну, а теперь попробую выдернуть. Да? Вот. Вот отжал. Вот этот усик. Сейчас я его обратно разжму. О. И выдернул. Также второй. выделил здесь напишу красный букву к видно здесь белый буква к буква бы но этот уже понятно посередине также разъемы выдергиваю на место их возвращаем чтоб потом ставить они зафиксировались но с этими с этими с этими только обрезать обрезать а потом уже соединить один так сделаю другой так сделаю и вот и вот здесь тоже чтобы проводку вытащить от корпуса откручу потому что они получаются вокруг заплетены где здесь еще где-то еще должен быть а нет только два держит вот такая конструкция пока это оставляю потом переставлю вторую часть тоже разбираю но перед этим надо 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 стопор снять здесь принципе проблем то нету снять шайба купольная ее надо сначала отжать